Ребята, послушайте, что я вам расскажу. Вот ты, Даша, к примеру, все учишь и учишь, учишь и учишь, но получаешь недостаточно высокий балл, как тебе бы хотелось. А ведь все элементарно, нужно просто знать, как задобрить учителя. А вот ты, Батанша, у тебя с утра до вечера горит в комнате свет. А все почему? Потому что ты постоянно делаешь эту домашку и делаешь, зубришь, зубришь. Это элементарно все ведь. Нужно знать, как правильно подойти к учителю. Жизнь какая-то, жизнь какая-то. А вот если я хочу себе высокую оценку, но я совсем ничего не выучила, что мне делать? Все очень, очень просто. Ты мне одну шоколадку, а я тебе плюс один балл. Ты мне две шоколадки, а я тебе плюс два балла к твоей общей оценке. И вообще, вы знаете, что любит ваша директор Джессика Кэ? Ну и я, а ваша директор Джессика Кэ, я люблю фрукты, а особенно ягоды. Ну, чего вы сидите? Записывайте, записывайте. Джессика Кэ, я бы хотел уточнить, какие именно вам нравятся фрукты? Или ягоды. Я люблю бананы, яблоки, абрикос, виноград. Но особенно я люблю спелый, сочный, красный арбуз. Арбуз. Джессика Кэ, а вам только арбуз нравится? Может быть еще дыня? Нет. Записала. А сливы вам нравятся? Нет. Записал. А хурма вам нравится? Нет. Записал. А ты записал, что она сливы не любит? Это записал, записал. А ты записал, что она арбузы любит? Конечно. А что? А что, что? Ничего. Спортсмен. Пссс. Пошли, арбуз искай. А где мы его найдем? Я не знаю, где мы его возьмем. Но я знаю, что мне нужна хорошая оценка. Все, я пополз, а ты за мной. Чессика Кэт, а если я и так учусь на самые высокие оценки и принесу вам ваш любимый шоколад или арбуз, что мне тогда будет? А тогда будет, тогда будет, ты станешь самой любимой ученицей учителя. А если принесешь и то, и другое, ты станешь любимицей и директора, и учителя. Ага, записала, записала. Чессика Кэт, а вы сосиски любите? Нет. А сардельки? Нет. Мой папа просто в колбасном цехе работает, вот и спрашиваю. Слушай, Мик, а если у меня папа в зоопарке работает, так что мне теперь попугалов принести? Сим, ну тебя с твоими шутками, лучше записывай. Слушай, Романтик, а где мы по-твоему найдем арбуз? Ну, слушай, спортсмен, ты же понимаешь, что это сон, и здесь все работает так. Пальцем щелкни, и арбуз уже на столе. О, а вот и он. Вау, ничего себе. Ну что, пойдем Джессика Кэт относить или пойдем позовем? Да нет, вон окно, сейчас позовем, они и сами выйдут. Хорошо. Джессика Кэт, а мы вам арбуз принесли. Джессика Кэт, вы слышали? Джессика Кэт, а где Джессика Кэт? А она как поля, улетела. Че сидим? Че сидим? Погнали! Арбуз! Спортсмен! Романтик! Вы принесли самую мою любимую ягоду! Мой любимый арбуз! Джессика Кэт, ну мы же понятливые ребята, мы красавчики. Вы нам сказали, а мы сделали. Да, только ты не забывай, что эта идея была моя. Да ладно, Романтик, не главное тут чья была идея, главное результат. А, так вот ты какой. Джессика Кэт, у меня там по искусствоведению оценочка плохая. А у меня по физкультуре. Это же можно как-то исправить. Да, 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 да. И по искусствоведению, и по физкультуре все исправлю. Самую высокую оценку получите вы. Только дайте мне мой арбуз. Ну вот, Романтик, видишь, теперь у нас будут хорошие оценочки. А, Романтик, Романтик, ты что делаешь? Романтик, ты чего наделал? Ну, Романтик, это не я, это ты. Мой арбуз. Так, по физкультуре два, по искусствоведению тоже два. Это был всего лишь сон. Так, сегодня же учителя нет. Мне нужно бежать на урок. Ого, директриса такая взволнованная. Ага, интересно, чего это она пришла? Мы же вроде бы ничего не учидили за этот день. Ботанша, а почему прибежала директриса? А где наша учительница? Я не знаю, я ее сегодня не видела. Давай у директора спросим. Давай. А, Джессика Кэт, а где наша учительница? Ваша учительница ушла в декретный отпуск. И теперь занятия буду временно вести у вас я, ваша любимая Джессика Кэт. Девочки, вы чего радуетесь? Я уже привык Елизавете Леопольдовне. Она мне классные оценки ставит. А я ей цветочек делал. Что, зря? А мне наоборот, очень нравится, что у нас теперь Джессика Кэт ведет уроки. А то Елизавета Леопольдовна у нас уже целых два года вела. Да, надоело уже. И вообще, Джессика Кэт, если честно, я хотел вам сказать, вы мне нравитесь намного больше, чем наша прошлая учительница. Эй, а почему ты мне об этом раньше не рассказывал? Да я и сам не знал. Я это только что придумал. Так, ребята, отставить разговорчики. У нас сегодня с вами тема, жанры, кино. А что это у нас на доске изображено? Кто мне скажет? Даша плюс спортсмен равно любовь. Кто это сделал? Нюша, это ты? Даша, с чего ты вообще взяла, что это написала я? Если бы я написала, то там бы было написано Нюша плюс романтик равно любовь. А это не я. Мне не нравится эта надпись. Кто это сделал? Романтик, это ты? Да нет, это не я. Зачем это мне? Батанша, больше некому. Только ты могла. А что я? А это не я? Да ладно, признавайся. Это ты была. Я видел, как ты возле доски крутилась. Нюша, ты чего? Я просто хотела, чтобы Даша и спортсмен помирились. Нюша, ты чего творишь? Ты чего мою девушку сдал? Я что, теперь уже твоя девушка? Так, пора менять статус в соцсетях со свободной в отношениях. Даша, ты слышала, слышала? Да слышала, слышала. Как это можно не услышать? Ты верещишь на весь класс. Джессика, Кэт, можно вытереть доску? Да, вытери, Даша. И мы, наконец, начнем наше занятие. Слушай, спортсмен, а ты собираешься с Дашей мириться? Я? Нет. А она с тобой? А я откуда знаю? Иди у нее и спроси. Алло, да, я сейчас на занятиях. Ага. Что? Уже? Хорошо. Скоро буду. Джессика, Кэт, а можно мне вытереть? Напиши, спортсмен, выходи. Даша, напиши, пожалуйста, тему жанры кино. Классная тема. Самая моя любимая тема. Люблю кино. Да, Танша, в этом колледже есть хотя бы одна тема, которую бы ты не любила. Ник, ты чего к Батанше пристал? Ты уже мне сегодня второй раз цепляешься. Сим, спасибо тебе, что ты за меня заступился. Девчонки, напишите в комментариях, а вам приятно, когда за вас заступаются парни. Лично мне очень приятно. А также расскажите в комментариях свои истории жизни. Как они за вас заступались и что происходило дальше. Даша, хватит вам так со своими подписчиками. Ты уже дописала? Садись на место. Еще не дописала. А теперь дописала. Вау, целая кастрюля горохового супа. Как же я обожаю гороховый суп. Так, а в колледж нельзя. Там Романтик. Он в прошлый раз весь мой борщ съел. Значит, в этот раз он съест мой гороховый суп. Что же делать? Ну, съесть сейчас нельзя, потому что занятия идут. Хм. О, спрячу-ка я его где-то здесь, а на перемене приду и съем. Так, здесь безопасное место. Я думаю, его никто не найдет. Так, и кто ему там последний звонил? Ага, Мамуля. Значит, опять еду принесла. Ну, в прошлый раз борщик был вкусненький. Интересно, что на этот раз будет. Тихо, пацаны, не сдаем меня. Романтик, ты сейчас добегаешься и двойку получишь. Ну и что, что получу? Зато наемся. Мама с папой будут гордиться, что я учусь в этом колледже. Художественно-спортивный колледж-пансион номер один. Так, а теперь на занятия. Ой, Батанша, посмотри, идет спортсмен такой деловой, но с морковкой. Вообще-то, Таша, еще вчера ты его любила. Ой, Батанша, между вчера и сегодня целые сутки, а для меня это вечность. Ну, а у меня, наоборот, все налаживается. Налаживается все у нее. Ой-ой-ой. Джессика Кэт, Джессика Кэт. У меня же самые высокие оценки по искусствоведению во всей группе. А у Сима самые низкие. Так вот, можно, чтобы он пересел ко мне? А я его заодно и подтяну по этому предмету. Так, ничего подобного, я Батанша, и у меня самые высокие оценки в группе. Не выдумывай. Романтик, а ты слышал, что Нюша говорила? Да, слышал, слышал. Мы с ней только поссорились, а она уже дружбу заводит с другими одногруппниками. Угу. А ты вообще куда бегал? Да не важно, не важно. Ну, ладно. Нюша, я тебя услышала. Сим, пересаживаешься к Нюше. Она тебя подтянет в учебе. Ты Батанша пересаживаешься к Нику. У него там также есть плохие оценки по некоторым предметам, поэтому ты его подтянешь. Сим, я вообще-то не этого хотела. Нюша, что ты отворила? Ну, ладно. Ха-ха, привет. Ты теперь моя новая соседка по парке? Очень смешно. Вообще-то, я была рада, если бы возле меня сидела не ты, а Сим. А я был бы рад, если бы возле меня сидела Даша, а не ты. Ну, вот и все. Ну, вот и все. Ну, вот и все. Ой, Симя, так рада, что ты ко мне наконец-то пересел. Это так круто. Кстати, ты же понимаешь, что ты ко мне пересел не потому, что Джесси какая тебя пересадила или еще по какой-то причине. Это всего лишь произошло из-за судьбы. Вот ты веришь в судьбу, а я верю. Кстати, еще я верю в звездное небо. И вчера вечером я видела в звездном небе мою звезду и твою звезду. Они были такими яркими, но они были очень далеко друг к другу. А потом они все сближались и сближались, все больше и больше. Так вот, эти звезды символизируют нас с тобой. И вот видишь, мы с тобой были вроде бы так далеко, а теперь мы уже даже сидим вместе. Кстати, ты веришь в гороскопы? Вот я тоже верю и в гороскопы. Я вчера читала вечером в гороскопе нашем с тобой, что мы тоже будем вместе. Представляешь, и там так написано. Кстати, ты любишь пить кофе? Нет. А я очень сильно люблю пить кофе. Кстати, я еще умею гадать на кофейной гуще. Если хочешь, я и тебе как-то погадаю. Так вот, вчера я тоже вечером гадала на кофейной гуще, и там я увидела человека в синей маске. Представляешь, это был ты. А я не понял, а что здесь смешного? Нюша, как на базаре, прекращайте уже болтать. Итак, ребята, мы сейчас с вами рассмотрим некоторые кинематографические жанры. Я вам называю характеристики, а вы мне говорите, какой это вид жанра. Итак, поехали. Действия актера, который проигрывает веселый, смешной сюжет, обычно осмеивающий общественные или бытовые недостатки. Я знаю ответ. Батанша, ты всегда все знаешь. Дай другим ответ. Ну и что? Я сюда пришла учиться. Спросите меня. А я, по-твоему, зачем сюда пришла? Тоже учиться. Ребята, не, ну вы видели, даже ответить не дает. Спросите меня. Отвечает Батанша. Этот жанр называется комедия. Полное название – кинокомедия. В этом жанре преуспели итальянцы, французы и старые советские фильмы. Молодец, Батанша. Помимо основной информации, она нам еще и дополнительную рассказала. Умничка. Итак, поехали дальше. Жанр, сосредоточивший свое внимание на преступлении, его раскрытии, образах преступников и их мотивах. Джессика Кэтт, я знаю ответ. Я тоже его знаю. Ты только что отвечала. И что? Хороших оценок много не бывает. Романтик. Если что, правильный ответ – боевик. Спасибо. Можно я отвечу, пожалуйста? Давай, Романтик, отвечай. Джессика Кэтт, ну что это такое? Вы меня не замечаете? Я сижу на первой парте, ну спросите меня. Правильный ответ – боевик. Ты чего ржет? Сейчас узнаешь. Романтик, ты неправильно ответил. Этот жанр называется криминал. В смысле? Спортсмен. Это из-за того, что ты съел мой борщ. Ну ладно, сам напросился. Джессика Кэтт, можно выйти? Выходи. Ну ты чего? Не обижайся. Я ж пошутил. Ну ничего. Я видел, где ты еду спрятал. И как раз я голодный. Ого! Целая кастрюля еды. Интересно, что там на этот раз? Мама спортсмену привезла. Слушай, Сим, а Сим, а тебе вот какие девочки нравятся? Брюлотки, блондинки или вообще рыженьки? Блондинки. Круто! Я как раз собралась перекрашиваться и светлый цвет. Представляешь, как это круто? Кстати, Сим, а тебе больше какой маникюр нравится у девочек? Такой вот яркий, красивенький вещь или более естественный? Конечно же, более естественный. Естественный, да. А может, все-таки яркий? Ну ладно, яркий. Вот, я так тоже думаю. Кстати, а тебе вот какой стиль больше нравится? Такой женственный, классный или более спортивный? Конечно же, женственный. Круто! У меня как раз такой вот стиль. Я в такой юбочке хожу. Видишь, она такая женственная и красивая. Правда, на кабуках не очень сильно люблю ходить. Просто нами в колледже это не особо разрешают. Кстати, а что ты любишь есть на завтрак? Ну, не знаю. Может, у тебя яичницу, чай. А хочешь, чтобы каждое утро, когда ты просыпаешься, тебя в столовке ждал уже вкусный, свежеприготовленный и такой аппетитный завтрак с чаем? Конечно же, хочу. Тогда я каждое утро буду тебе его делать. Нюша, хватит разговаривать. Что на тебя сегодня нашло? Еще одно замечание, и я вас с Симом рассажу. Ой, все, здесь я как это молчим-молчим. Сим, ну ты можешь поменьше разговаривать? Нас из-за тебя сейчас вообще рассадят. Я вообще молчу. Ну молчи больше. Так, спортсмен, ты за весь урок ни разу руку не поднял. Ты что, не подготовился? Джессика Кэт, ну какой спортсмен? Спросите наконец-таки меня. Но я же подготовилась. Я сижу на первой парте. Я что, невидимая? Ой-ой, а я вообще не подготовился к уроку. Что же мне теперь делать? О, слушайте, ребята, я вам сейчас покажу реальный действительный способ, как получить хорошую оценку, не подготовившись к уроку. Нужно просто шокировать преподавателя. Идемте смотреть. Джессика Кэт, а за это творчество вы мне поставите хорошую оценку? Ого! Да я тебе не только хорошую оценку поставлю, я тебе две оценки хорошие поставлю. Я в шоке. Котята, посмотрите, какой красивый шпагат у моего спортсмена. Какой он молодец. Может быть мне помириться с ним? Пишите в комментариях. А также ставьте этому видео лайк, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик. И всем пока-пока, чмоки-чмоки. Муа!